Передние и боковые 70%, лобовое 75%. Это требование ГОСТа по светопропускаемости автостекол. Несоблюдение – штраф. И как вариант – устранение нарушения на месте. Даже если пленку водитель сорвет, штраф заплатить все равно придется. Обычно это 500 рублей. Столько же, кстати, стоит самая дешевая пленка. И уже не счесть, сколько такой пленки сорвали водители во время профилактического мероприятия ГИБДД под названием «Тонирование». В этом случае светопропускаемость и того ниже – в районе 30%. Устранять нарушения на месте водитель не стал. Тогда другой порядок действий. Если водитель по каким-то причинам не может, либо не хочет, водителю выдается требование на устранение пленки. Требование выдается на сутки. В течение суток водитель должен прибыть в подразделение, устранить и показать работникам подразделение. Если стекла чистые и устранено, то сотрудники подразделения делают отметку, что причина устранена и требование снято. А если тонировку за этот срок водитель так и не снимет, то санкции станут жестче. При повторной остановке штраф от 2 до 4 тысяч, либо арест до 15 суток. А такое в Рязани тоже было, когда злостных нарушителей сажали под арест. Сколько – статистика умалчивает. А вот другие цифры из нее вполне понятные. На апрель этого года выявлено около 9 тысяч таких нарушений. В надежности измерительного прибора сомневаться не приходится, говорят сотрудники госавтоинспекции. Прибор включают и проверяют при водителе. Измерение проводится для более точного измерения в трех точках. Сначала прибор включается, прибор калибруется. Заряд прибора И светопропускаемость Сто процентов Совместили две точки Сто процентов Как я уже до этого говорил Совмещаем две точки И делаем замеры Семьдесят девять Рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно Но чаще, конечно, весной и летом Именно в это время количество желающих обклеить машину темной пленкой увеличивается Рейды сотрудники ГИБДД